Сказки-пазлы 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 Показать, что такое колобок. Можно нарисовать колобка. Это тоже одна из самых простых фигур, которую может начать рисовать ребенок. Это круг. Уже где-то в два года дети могут рисовать круг. Можно нарисовать колобка и потом рассказать сказку. Кстати, вот эти деревья не входят в набор сказки колобок. Они продаются отдельно, но если у вас такие вещи есть, их можно использовать в игровом ландшафте для сказки. А впоследствии, когда дети будут у вас сами разыгрывать сказку, вы можете устроить что-то типа маленькой сцены домашнего театра. И вот такие вот игрушки тоже очень хорошо работают в сказке, как игровой ландшафт, как декорации к игре. Я расскажу сказку как для самых маленьких, без подробностей. Но я думаю, сказка колобок знакома всем. И для детей постарше ее можно рассказывать сложнее. Для начала вы можете просто показать ребенку, разыграть с этими фигурками сказку колобок, ничего его дополнительно не спрашивая. Просто в соответствии с возрастом ребенка, либо упрощая, либо полностью рассказывая эту сказку. А потом потихонечку можно включать самого ребенка. Жили-были дед да баба. Можно тут спросить, покажи, где дед, где баба. Однажды приходит дед к бабе и просит, испеки мне, старая, колобок. Вы можете ребенку одну из фигурок дать, и он будет за меня говорить, если он уже готов к этому. Вот бабушка испекла колобок и положила его в дом на окошко остужаться. Колобок лежал, лежал, да скучно ему стало. Он спрыгнул с окошка и покатился, покатился, покатился он в лес. А в лесу он встретил, можно опять спросить ребенка, кого он встретил. Пусть малыш вам подскажет, пусть он дарит вам фигурку зайца. Встретил он зайца. Зайца говорит, колобок, колобок, я тебя съем. Ребенок может по мере возможности подсказывать словечко, да, например, сказать слово съем. А колобок говорит, что говорит колобок? Не ешь меня, я тебе песенку спою. Я колобок, колобок, колобок румяный бок. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. И от тебя, заяц, уйду. Вот здесь вот ребенок наглядно будет видеть, от кого он ушел, да, ему проще будет вспомнить. И укатился колобок от зайца. Потом встретил он волка. И опять тоже та же история повторяется у нас с волком. Потом колобок встретил медведя. Потом лису. Опять же мы повторяем, да, я от дедушки ушел, от бабушки ушел, от зайца ушел, от волка ушел, от мудреть ушел. И от тебя, лиса, уйду. Но хитрая лисичка сказала, сядь ко мне на мордочку и попой еще разочек. Колобок сел и на мордочку лисица его, а, и съела. Сказка колобок это повод еще поговорить с ребенком, например, о размерах, да. А заяц, он самый маленький, да, волк побольше, медведь большой, самый большой, а лиса немножко поменьше волка, да. Вы можете здесь выучить и слова большой, средний, маленький, да, большой, поменьше и самый маленький. Или маленький, побольше и большой. Мир животных, он близок к ребенку, да, мы их, мы детей учим о том, как говорят животные, да, что они едят. Эти фигурки просто можно использовать в любой другой игре, да, не обязательно сказку про колобок. Можно просто показывать, да, даже детям, которым меньше года, да, можно показывать такие фигурки, показать, что зайчик может делать. Зайчик прыгает, прыг-прыг, волк воет, уууу, разыгрывать маленькие-маленькие сценки. Можно обсудить, кто из зверей какого цвета, что он ест, как он себя ведет. Чем старше будет становиться ребенок, тем больше он сам сможет участвовать в показе сказки, да, и ребенок старше трех лет может уже сам показать сказку, если вы с ним порепетируете. Можно на детских каких-то праздниках показывать сказки, можно действительно устроить маленький домашний театр. Игрушки эти очень приятные, они раскрашены вручную, красивые такие, добротные, прочные, замечательно подходят для детской игры. Можно взять вот эту фигурку, приложить к бумаге и карандашом или ручкой обвести ее, как трафарет, и потом раскрашивать, создавать какие-то рисунки. Так тоже можно сделать, можно и домик обвести. Ребенок старше двух лет уже может, ребенок около двух лет, все по-разному, кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже, но около двух лет ребенок сможет уже складывать эту сказку, как пазл, да. Это не так просто, тут надо подумать, путем проб и ошибок сообразить, что куда, потому что звери у каждого свое место, у каждой фигурки свое место, и по-другому ее сложить никак. И ребенку старше двух лет эта игрушка также послужит в качестве пазла, первого пазла для малыша. Продолжение следует...